Всем доброго здоровичка! Сегодня хочу поднять одну тему, которая для меня очень актуальна и важна. И что самое плохое, что с этой темой я все чаще и чаще, год от года сталкиваюсь. Сегодня хочу поговорить о вкусе тех продуктов питания, которые продаются в магазинах, супермаркетах и на рынках. В частности, речь пойдет о фруктах, овощах и ягодах. Потому что, если говорить о химических продуктах питания, там, с подсластителями, с сахарами, с разрыхлителями, усилителями вкуса и так дальше и тому подобное, то они всегда вкусные, сладкие и проблем с этим нет. Но вот с фруктами ситуация другая. Вот смотрите, тарелка с яблоками. Это Чемпион, это Голден, а вот это Ренет Семренко. Три разных сорта яблок. Они все, вот этот, и Голден, и Чемпион, они такие сладковатые, вкусные яблоки. А Семренко, он кисло-сладкий. Но, вот этот Чемпион, я, кстати, эти яблоки, вот эти только что купил, забежал на рынок, первые, которые попались на глаза. Чемпион, он практически не сладкий. Голден, он практически не сладкий и какой-то травянистый такой. Семренко, он вообще деревянный. Он твердый, его не укусить, а вкус у него далек от того вкуса, который я знаю, потому что Семренко, это вообще классика яблок. Я знаю, какие они на вкус, когда их достаешь из погреба в деревне. И какие они просто ароматные и сочные, и такой баланс кислоты и сладости вообще. А вот эти есть невозможно. Проблема здесь кроется в чем? Проблема кроется в таком термине, как съемная спелость и хранение. Если говорить о съемной спелости, то она больше относится к таким летним каким-то культурам. Например, абрикос. Кто жил когда-то в деревне, или у кого-то растут на даче абрикосы, или рядом с домом. Он знает, что самые вкусные абрикосы, это те, которые упали самостоятельно. То есть подул там ветер. Или вы подошли, легонько трусанули абрикос и с него попадали плоды. Вот берешь абрикос, он во-первых мягкий, во-вторых он сочный, в-третьих он сладкий. Ну опять же, зависит все от сорта, но в основном абрикосы сладкие. Ты ешь и просто наслаждаешься. Но совершенно другая ситуация, другой подход, когда плоды абрикоса выращиваются на продажу. То есть здесь применяется опять же съемная спелость, когда абрикос уже не зеленый, но еще и не созрел. Их срывает и такими полузелеными везут за сотни километров, может быть даже за тысячи и продают. Я понимаю в производителей фруктов, что невозможно спелый вот такой вот дождаться абрикос. Мягкий, сладкий, погрузить его в ящики и завезти. Через сутки такой транспортировки они начнут гнить. Поэтому как бы я и их понимаю, но и как покупатель я не удовлетворен тем, что продается у нас на рынке. Привозные там одесские персики, они 90% случаев они какие-то кисловатые, они сладкие, хотя и сочные, но вкус у них отвратительный, честно говоря. То же самое с яблоками. Их срывают осенью, кладут в холодильники и они там себе лежат с поконесенько до мая месяца. Но при этом они не прощается, у них там должное количество сахара не появляется и вкус у них вот такой вот травянистый. Вот в феврале месяце я столкнулся с тем, что практически яблок вкусных, вот таких вот с холодильника, я не могу найти. Хорошо, что есть еще сельские яблоки, но это еще как там месяц максимум до конца марта и все. Дальше уже с яблоками придется, наверное, прекращать, потому что найти хорошее вкусное яблоко. Максимум там можно найти какой-то джинатан, но опять же джинатана в последнее время нет. Опять же, полка с двух концов. Я понимаю производителей, которым нужно вырастить и продать. Но опять же, все сейчас в мире производства фруктов заточено на то, чтобы не получать качественные плоды, а получать центнер из гектара или тон из гектара. Вот и все. То есть на вкус никто сейчас не работает, к сожалению. Вот кто следит регулярно за моим каналом, за моим контентом, который я снимаю, знает, что я в последнее время ударился очень сильно в садоводство. Я ищу какие-то старые сорта яблок, груш, их прививаю, пытаюсь сохранить, потому что у них есть вкус, аромат. Хочу выращивать свои плоды, свои яблоки, груши, черешни, сливы, персики, абрикосы и ягоды различные, потому что выращивать самостоятельно и для себя это совершенно другой вкус. Я не буду гоняться за тем, чтобы одна яблоня мне давала 300-500 кг яблок. Мне этого не нужно. Мне нужно, чтобы было меньше, но вкус у них был замечательный. Вот такая вот проблема. Вообще интересно ваше мнение по этому поводу. Сталкиваетесь или вы не едите вообще фруктов или выращиваете самостоятельно. Хотя я вот понимаю, если я дам сыну вот такое яблоко, он его даже не будет есть, потому что он попробует сказать, что это такое. Я не могу есть яблоко, которое для меня является зимой очень важным ключевым элементом питания. Я ем в среднем 10 кг яблок за неделю. Но я вот таким яблоком питаться не могу, потому что оно противное, честно говоря. Вот из этих всех яблок есть их невозможно. Вот такая вот ситуация. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.